Приветствую вас. Довольно интересно, что вы говорите о своих слезах, говорите о том, как не плакать, говорите о том, как взять себя в руки. Ну, во-первых, подразумеваю, что слезы — это слабость, что, естественно, не так. То есть слезы никак слабостью быть не могут. Это первое. Второе — это то, что вы говорите про гнев. Речь идет о гневе, о вашем гневе, о том, что вы его чувствуете, вы чувствуете гнев, который у вас выходит в слезы. То есть здесь мы имеем дело по факту с рэкетным чувством. Рэкетным или привитым или привычным чувством. То есть когда вы сердитесь, когда вы злитесь, вместо того, чтобы обреагировать свой гнев адекватно, вы начинаете плакать. Это можно отследить, как и в целом причину гнева. То есть что вас гневает. Это можно отследить, разобрать и откорректировать. И откорректировать. Гневом можно учиться управлять. Гневом можно управлять. А энергию, которая у вас появляется из-за гнева, можно выражать куда более конструктивным способом. Но, конечно, при условии, только если мы увидим, найдем, откуда у вас появился такой паттерс поведения, что когда вы сердитесь, надо плакать. Скорее всего, вас так воспитали, скорее всего, вас так приучили, что когда девочка плачет, она должна... Вот, когда девочка сердится, она должна плакать. Вот. Такая у вас установка. И здесь я думаю, что работа с рэкетными чувствами поможет вам. То есть мы вернемся с вами в то состояние, когда это происходило впервые. Мы вернемся с вами в это состояние, когда вами принималось решение только о том, чтобы выражать свой гнев через слезы. Вот. И мы через определенную методику сможем выражать свой гнев прямо напрямую, не через слезы, а через через... другие более, значит, конструктивные и эффективные формы, которые будут приносить удовольствие и удовлетворение. как вам, так и другим. Ну, по крайней мере, тем другим, которые настроены, настроены к вам позитивно. Вот. Ну, а для этого, для этого вам необходимо перестать, значит, сделать своей целью, значит, прекращение слез, потому что, как правильно сказал вам коллега мой, слезы, слезы, это то, что вам помогает, если бы не слезы выпаяли, или заболели, или у вас были бы более серьезные проблемы. Но слезы, к сожалению, это мера временна. То есть слезы ни в коем случае не могут быть постоянным решением проблемы. слезы, слезы, это то, что... эм... помогают, конечно, помогают, но... лишь до определенного момента. А потом этого становится уже мало. хотим мы этого или нет. Поэтому, либо вы смотрите то, что стоит за гневом, и работаете с его причинами. Либо вы так и остаетесь в позиции жертвы, плачете, и ни на что не влияете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok